Знаете ли вы, что значит быть легендой отечественного кинематографа в 90 лет? Олег Басилашвили знает ответ на этот вопрос. 26 сентября 2024 года этот выдающийся актер отпраздновал свой 90-летний юбилей. Но не спешите думать, что возраст заставил его отойти от дел. Напротив, Басилашвили продолжает удивлять своей энергией и преданностью искусству. Представьте себе, человек, родившийся в 1934 году, до сих пор выходит на сцену. Кажется невероятным, правда? Однако для Олега Валериановича это реальность. В репертуаре Большого драматического театра имени Товстоногова остался лишь один спектакль с его участием. Лето одного года. И знаете, что самое интересное? Он играет его на пару с другой легендой Алисой Фрейндлих. Кстати, о Фрейндлих. Эта потрясающая актриса тоже готовится отметить свой 90-летний юбилей в декабре. Удивительно, как два таких талантливых человека продолжают радовать зрителей своим мастерством, несмотря на почтенный возраст. Но вы, наверное, думаете, как им это удается? В чем секрет их долголетия? Что ж Басилашвили приоткрыл завесу тайны? Оказывается, свой эликсир молодости он позаимствовал у Алисы Бруновны. Вы не поверите, но это... Обычная рюмочка теплой воды с 30 каплями успокоительного средства перед сном. Благодаря этой рюмочке я хорошо сплю и пока еще не сошел с ума, признается актер. А ведь и правда, работа у них нервная, эмоциональная. Легко перейти грань разума, как выразился сам Олег Валерьянович. Но кто бы мог подумать, что такой простой рецепт поможет сохранить ясность ума и бодрость духа на протяжении стольких лет. Вспоминая былые времена, Басилашвили рассказывает о поездках в Москву на поезде «Красная стрела». Именно там, в одной из ночных поездок, Фрейндлих и поделилась с ним своим секретом. Но не думайте, что это была единственная жидкость, которую употребляли артисты в дороге. «Разумеется, у нас всегда было и что-нибудь погорячее», – с улыбкой вспоминает Олег Валерьянович. Интересно, что начальники поездов стали настоящими друзьями актеров. Они не только наливали, но и кормили своих знаменитых пассажиров. А ведь компания в этих поездках собиралась что надо. Евгений Евстигнеев, Николай Караченцев и многие другие знаменитости были частыми попутчиками Басилашвили. К сожалению, многих из них уже нет с нами, но вернемся к настоящему. Сейчас Олег Валерьянович живет на даче в элитном поселке Репино, неподалеку от Санкт-Петербурга. Я переехал на дачу в Репино, где сейчас живу. Мне очень нравится жить за городом, и людей нет, и воздух чистый, делится актер. Однако не думайте, что это какой-то роскошный особняк. Двухэтажный домик в Басилашвили, самый скромный в округе. Более того, народный артист сам строил и обустраивал свою дачу. Представляете? Почти полтора десятка лет он лично копал огород, подрезал кусты, ухаживал за яблонями. Вот это я понимаю, активное долголетие. Правда, в последнее время Олег Валерьянович не очень доволен изменениями в Репино. Если бы сейчас выбирал место для дачи, то точно в другом районе, признается он. Постоянное строительство, испорченная экология, горы гниющего мусора – все это огорчает актера. На залив давно не ходим, от него, извините, дурно пахнет, с грустью отмечает Басилашвили. Но, несмотря на все эти неприятности, Олег Валерьянович не теряет оптимизма и продолжает радовать нас своим творчеством. Недавно на экраны вышел сериал «Противостояние» с Владимиром Вдовиченковым и Алексеем Гуськовым в главных ролях. Это современная адаптация одноименного романа Юлиана Семенова. И тут возникает интересный момент. Дело в том, что в 1985 году уже был снят многосерийный фильм по этой книге, где главную роль сыграл... Кто бы вы думали? Правильно, наш герой Олег Басилашвили. Тот фильм, кстати, моментально полюбился зрителям. А знаете, что самое интересное? Басилашвили, хоть и не высказывал своего мнения о новом сериале, уверен, что современным режиссерам не стоит обращаться к классике. «Мне сериалы напоминают труп, хорошо загримированный», — говорит он с присущей ему прямотой. Вот так поворот, не правда ли? Но давайте на минутку отвлечемся от сериалов и вспомним о другом знаменитом произведении. Помните «Мастера» и «Маргариту»? Так вот, недавно вышла новая экранизация романа Булгакова, где Воланда сыграл Айугуст Диль. Казалось бы, при чем тут Басилашвили? А при том, что Олег Валерианович не смог остаться в стороне от обсуждения этой новинки. «Я не смотрел новую версию «Мастера и Маргариты», — признается актер. «Я предварительно прочел множество рецензий о том, как смонтирован этот фильм, как снят. Мне кажется, что это самостоятельное художественное произведение, и оно уж точно не имеет никакого отношения к Михаилу Афанасьевичу Булгакову». Сильно сказано «не находите», но хватит о новинках кинематографа. Давайте вернемся к истокам. Знаете ли вы, как Басилашвили пришел в профессию? Эта история, достойная отдельного фильма. Представьте, молодой человек, страстно мечтающий об актерской карьере, и отец, категорически не принимающий лицедейство. «Что это за профессия?» — возмущался отец Олега. И все же стремление к актерству было настолько сильным, что Басилашвили, несмотря ни на что, окончил школу-студию МХАТ, дебютировал в кино, начал выходить на театральную сцену. А знаете, что было настоящим счастьем? Когда отец наконец-то согласился прийти на спектакль, приехавшего в Москву БДТ, с участием сына. После этого он сказал «Беру свои слова обратно. Ты занят действительно серьезным делом». Вот это поворот судьбы, согласитесь? А теперь держитесь крепче, потому что следующий факт вас точно удивит. Вы когда-нибудь задумывались, как Олег Валерьянович встретил свою будущую жену? Оказывается, впервые он увидел ее по телевизору. Она вела программу «Телевизионный клуб молодежи». «Я на ней женюсь», заявил он отцу. И знаете что? Он выполнил это обещание. Но познакомились они позже, во время съемок спектакля. Она работала на ленинградском телевидении и подбирала музыкальное сопровождение к этому спектаклю. Журналистка актеру очень понравилась, и он все чаще заглядывал в аппаратную, а потом начал и провожать ее до дома. Романтично, не правда ли? Теперь у супругов две дочери – Ольга и Ксения. Ольга, как и мать, работает на петербургском телевидении, а Ксения стала журналистом. У Олега Валерьяновича есть 13-летняя внучка с необычным именем Мариника и 9-летний внук Тимофей. Так что пожаловаться на одиночество народный артист точно не может. Но вы, наверное, думаете, а как же здоровье? Что ж, не будем скрывать, годы берут свое. В 2018 году врачи даже заговорили о возможной ампутации ноги у актера из-за прогрессирующего тромбофлебита. К счастью, тогда врачам многое удалось спасти. Но весь 2021 год Олег Валерьянович провел дома, а в преддверии новогодних праздников артист вновь был госпитализирован. Однако Басилашвили не из тех, кто сдается. Знаете, что он говорит? Он верит в предсказания цыганки, которая однажды нагадала ему 100 лет жизни. Вот это оптимизм, согласитесь? И напоследок, хотите узнать, какой фильм Олег Валерьянович особенно выделяет? Служебный роман. По его словам, это был настоящий эксперимент. Больше половины служебного романа – чистая импровизация. Сами сцены играли сразу, безо всяких репетиций, иногда с бумажками в руках, потому что не все твердо знали текст, вспоминает актер. Вот такой он – Олег Басилашвили. Талантливый, оптимистичный, полный жизни даже в свои 90 лет. Его история – это не просто биография одного человека, это целая эпоха в истории нашего кинематографа и театра. И знаете что? Мы с вами имеем счастливую возможность быть современниками этой легенды.